И совершил, Авимелех, как небеса великий грех. Наемных рук слепая сила пленила семьдесят, и всех по воле брата умертвила. Ты победил, внушитель зла! Твоя мечта превозмогла твой дух скорбящий веселиться. Степи кровавая скала, как жертва Каина дымится. Ты победил, внушитель зла! Твоя мечта превозмогла твой дух скорбящий веселиться. Степи кровавая скала, как жертва Каина дымится. Львов, Авимелех. Братоубийца воцарился, но, волю Божию творя, Сихем преступный ополчился на осужденного царя. Кипит раздор. Тевец крамольный, Авимелехом разорен, В одной лишь башне наугольной спасенье воинов и жен. Но царь нарубит сучьев кедра, Жестокий гнев бушует в нем, Он в неприятельские недра проникнет с дымом и огнем. Несут смолистые вязанки, Авимелех спалит врагов. И вдруг из рук израильтянки Скатился мельничный жернов. Десницей женской Егова Братоубийцу поразил. Душа его предстать готова На грозный суд пред Богом сил. Я умираю. Смерть склонилась И смотрит сумрачно в глаза. О, как нежданно разразилась Неумолимая гроза! Но пусть Мой дух неукротимый Стоит бесстрашно у межи, Орновец мой любимый, Широкий меч свой обнажи, Пронзи меня! Пусть черной тучей Затмится взор, Рубись плеча! Смотри, народ! Твой царь могучий Погиб, как воин Отмеча! Рубись плеча! Дочь Ефая Два раза всходила Заря золотая Над пяшей безмолвной землей Леса и поля Пробуждали, Брестали Душистой Алмазной Росою. Два раза палящим Полуденным дноем Леса и поля Обливали И дважды Прибрежные скалы Прибоем Холодной волны Затопляли. И дважды Свирели пастушек Звучали Под гул Отдаленного стада. Вечерние звездочки Кротко мерцали И веяло Ночи прохлады. А в мрачных полях Араэра Кипела Все та же Борьба Роковая. Как львы Раздеренные Буйно И смело Стремились Войска Ефая. Он шел Перед ними. Грозою дышали Его боевые Знамена Два дня Перед силой Могучей Стояли И рухнули Рати Аммона. Их трупы На мрачных полях Громоздятся. Вожди Их поникли В печали. Их башни Разбиты. Их села Дымятся. Посады Пустынью Стали. Погасла Заря. На кровавое Поле Спускается Ночь Голубая. И с пляской И пеньем Перует На поле Победная Рать И Ефая. Под пышным Шатром На коврах Разноцветных Израильской Вождь Отдыхают. На светлом Челе И во взорах Приветных Сознание Победы Сияет. Изгнанник Забытый Придробкой Толпою Подъемлет Он Посох Державный. В кругу Полководцев Спокойной Стопою Он Шествует Гордый И Славный. Окончена Битва. Когда Загорится Заря Над уснувшей Землею, С добычей К пределам Родным Возвратится Он С ратью Своей Боевою. Под Сенью Родною Спит Дочь И Ефая. Прекрасные Очи Закрыты. Спокойно Ковышется Грудь Молодая И пышут Румянцем Ланинцем. В кемистом Саду По кустам Благобонным Поют Солобьи Предзарею. Из темного Стоила Поляном Зеленым Верблюдицы Вышли Чай Дою. За ними Оттарой С веселым Блиянием Дорожную Пыль Подымая. Лучистую Радостью Гордым Сознанием Заисклился Взор И файл. И Тихо Склонившись Он Шепчет Молитву. Господь Мой Твердыни Святая Ты Шел Предо Мною Ты Вел Меня В битву Отвагой Мой Дух Укрепляя. Мой Мель Окалил Ты Под Молнией Жгучей. Мой Щит Оковал Ты Грозою. От Вражью Обзора Скрывал Меня Тучей И Рухнул Мой Враг Пред Тобою. Звездой Незакатной Победа Мне Светит. Внем Леж Мне Владыка Вселенной. Пусть То, Что Нас Первым На Родине Встретит, Взойдет На Алтарь Твой Священный. И Пусть В Заповедном Дыму Всесожженье Над Звездному Трону Взлетая, Раба Твоего Вознесутся Моленье, Господь Мой, Твердыня Святая. Снимите Шатры И В Дорогу! Туманом Клубятся Поляны Степные. Верблюды И Кони Идут Караваном С Добычей В Пределы Родные. И Шумно В Раздолье Синеющей Степи Течет Боевая Дружина. Звенят И Сверкают Запястья И Цепи На Смуглой Груди Бедуина. Тимпаны Трубы Гремят Над Полями И Взрывы Веселого Смеха Гремучими Гулкими Льются Волнами Будя Отдаленное Эхо. Предшумной Дружиною Пестрой Толпою Брестящих Велизмож Окруженный На Белом Коне Золотою Уздою Виднеется Вождь Непреклонный. Типучим Весельем Кипят Его Очи И Щеки Румяные Рдеют В Таинственном Мраке Бледнеющем Ночи Уж Горы Родные Чернеют. «Живее!» Кричит Живее! Родные Гремите Раскатные Хоры Привет Вам Луга И Поля Золотые Привет Вам Ливанские Горы Туман Поднелся Над Землей Пробужденный Полнеба Залито Зарею Чьи Критий несутся из рощи зеленой, Чьи песни звучат над горою. Зачем побледнел победитель? О горе! По дочь его, дочь дорогая, К нему она первая вышла. В просторе звучит ее песня живая. К отцу простирает она свои руки, За гриву коня ухватилась. И криком отчаяния, ужас, муки, Широкая степь огласилась. Обратно, дитя мое! Боже, уже ли ей жертвою быть? Замолчите! Разбейте тимпаны, разбейте свирели, Рыдайте в опрахе, вопите! Я, дочь мою, дочь я веду на закладе, Невидную кровь проливая за вашу победу. Я дал обещание, о дочь моя, Дочь дорогая! Он пал к ней на грудь, И с безумной тоскою Целует ее, рыдает. Но тихо его отстраняя лукою, Отцу она так отвечает. Отец мне, Зачем ты мне не дал спокойно пропеть тебе ныне по праву ту песню, Которую венчают достойно героя бессмертной славы? Хвала тебе, слава отец мне, Высоко и ярко горит над тобою Святой благодать и всезрящие око. Хвала тебе, слава герою, Гремите, тимпаны, тверели, кеноры, Шумите, леса и дубравы, Склонитесь к главами ливанские горы Пред мужем победы и славы. Пролейтесь кедро на холодные воды Живительной свежей влагой На грудь ротоборца народной свободы, На меч докаленной отвагой. Да будут вовеки кипеть песнопенья, И громко, от края до края, Да славят грядущих веков поколенья Цветы и дела и зефая. Так пела она, и в тимпан ударяя, Подруги ей вторили хором. И звонко катилась их песня живая Над мрачным пустынным простором. И снова к отцу она речь обратила, Восторгом глаза ее блещут, Кипучая радость и юная сила В устах ее свежих трепещут. Отец, я одна у тебя, Но одна ли я дочь у народа родного? Уста твои в жертву меня обещали. Да будет? Отец, я готова. Умру не рабыней, но гордой, свободной. Я жизни своей не жалею. Что жизнь моя значит пред долей народной? Что смерть моя значит предми? Отец мой, ты всех ли приводишь обратно, Кого уводил ты с тобою? Одна ли погублена жизнь безвозвратно, Горячей жестокой борьбою? Один ли отец будет плакать о сыне, И мать ли одна возрыдает? Там сотни лежат на кровавой долине, Их звери степные терзают. По темным обрагам, по дернам колючим Разносят их трупы немые, И в них ведь к блаженству порывом кипучим Пылали сердца молодые. Спокойно, беспечно они устремляли Свой взор на грядущие годы, Их тысячи били, и сотни их пали В защиту народной свободы. Тогда же, отец, умереть мне свободной, Я жизни своей не жалею. Что жизнь моя значит пред долей народной? Что смертная значит предми? Гремите же бубны, тимпаны, кеноры, Шумите леса и дубравы, Склоните вершины ливанские горы, Пред мужем победы и славы. Да будут вовеки звучат песнопенья, И громко, от края до края, Далеких грядущих времен поколенья, Да славят дела Идифая. Два месяца, с тоном и песнем печальным, Дубравы и горы внимали, То дочь и Ефая с приветом прощальна, И с нею подруги блуждали. По рощам, долинам, и пажетям того, И дочь к Ефаю явилась И кротко сказала, Отец, я готова, Алтарь занымился, Свершилось. Львов, казнь Агага, Сказал Самуил, Приведите ко мне плененого в битве Агага, Его пощадили Саул и народ, Презревший верховное благо. Они пощадили овнов и овец, И тучных валов пощадили, Веление Божие дерзко забыв, Как пепел остывший сходили. Разгневанный Бог покарает народ, А слушника грозно не зложит. Кто может противиться власти его, В преступной борьбе превозможит. И вот к Самуилу Агага ведут. Окованный царь Амалика, Пред вздором зловещим суди, Преклонил чело искаженного лика. Поистине страшен владика судьбы, И смерти жестокой властитель. Коснулся меня ледяною рукой, Бесплотный, как сон, отомститель. И гневно воскликнул суровый судья, Твой меч матерей обещадил, Да будет бездетной и матерь твоя. Израиль я грех твой загладил. Секира взвелась и лонзила звеня В горячее, муглое тело, И брызнула кровь, И живая душа Из тяжких ступей Улетела. Фофанов Саул Сабашенный город Спокойно заснул, Заснул и с Полином угрюмым. И только в чертоке Владыка Саул Не дремлет, Отдавшись о думам. Печальные думы Полночи темней, Ненастние тучи, Язвительный змей Волнуют Дух скорбный тревожа. Встает царь Помятого ложа. Откинул Пурпурную ткань от окна. Глядит. Перед ним Убегая Далеко-далеко Тестра и длина Сияет столица родная. И мыслит Тревожно Разгневанный царь. Не мне ли то люди Воздвигли алтарь? Не мне ли там Слышны Моленья? Зачем же нет Сердцу забвенья? Зачем Не смыкает Чарующий сон Усталой вежды Владыки? Зачем Ежечасно Мне слышится Стон Проклятие И злобные крики? Когда безмятежно Уснули рабы? Или это Насмешка Жестокой судьбы? Или мщение Святого Яговы? Прекрасней Короны Оковы? О, как мне болезненно Сердце Щемит Гоникеле Ро, как мне болезненно Ро, как мне болезненно Со струн? И дрогнуло Эхо Чертога Казалось Рыдал Побежденный Колдун Казалось Присутствие Бога Для грешного Сердца Доступно В тот Миг Казалось Ум Вдохновенье Постиг Но Царь Омрачался Все Боли Как Узник Забытый В неволе И Вспомнил Властитель Былые Года Неправды Грехи Заблужденья В нем Совесть Проснулась И Краской Стыда Зарделось Лицо От смущения О, Гордый Певец Ты Мне враг А не друг Сильнее Растревожил Душевный Недуг И в звуках Твоих Неслучайно Открылась Страшная Тайна Ты Верско Позоришь Мое Бытие В чертог Мой Ты Вносишь Измену И Быстро Бросает Властитель Копье Певца Молодого Но В стену Вандило Соно Солмопевец Спасен Властитель Взволнован Властитель Смущен И гонит Как в совести Муки С певцом Вдохновенные Звуки Напрасно Властитель Повсюду Всегда Преступному Сердцу Мученья И бойся Всечасно Святого Суда И нет Тебе В мире Забвенья На небо Ли взглянешь Укоры Прочтешь На землю Посмотришь Всю ночь Не уснешь Знай Пробудет В струнах Звуки Муки И гул В двери Темничный Тяжелый Затвор Напрасно Навеки Потух Его взор В темнице Угрюмой Во мраке Могильном Умрет он Рабом Одиноким Бессильным А радость Былает Как солнечный Луч Проникший В просвет И редеющих Туч Играя На листьях Увядшей Афины В душе Воскресает И светлой Чередой Утраченной Воле Живые Картины Рисуются В мраке Темницы Глухой Он Видит Ребенка С головкой Кудрявой Скрываясь В тени Виноградных Кустов Малютка Следит За полетом Орлов Над серой Скалою Поросшей Дубравой Вот меткая Ручка Прощу Подняла Пытливый Глазок Нетерпением Сверкает Малютка Скорее Орлы Улетают Но камушек Взвизнул Летит Как стрела Мгновенье И труп Молодого Орла Цепляясь За ветви Траву Упадает Он Юношу Видит На быстром Коне Он Чится По голой Бесплодной Равнине Гроза Собралась И гремит На вершине Вихры Кружат По песчаной Пустыне Скорее Всадник Сравни На степной В шатер Свой надежный В приют Свой родной Но Отрок На туче Свой взор Поднимает Движением Быстрым Коня Осаждает Повязку Сорвал С головы И в упор Кипучему Вихрю Свой бег Направляя Широко Объятия Свои Он Простер Как будто С грозою Союз Заключая Как друга В груди Прижимая Ее И в буре И в ветре Холодном Купая Горячее Буйное Сердце Своё И видит Он Битвы Набеги Ночные Шатры Бедуинов Ночные Огни Как звёзды Во мраке Сверкают Они Вот Конница Мчится Слоны Боевые В железных Нагрудниках Пёстрых Коврах Стрелковые Башни Несут На спинах И Вождь Перед Ними Широкое Знамя В руке Его Веет Кипучее Пламя Сверкает Во взорах Как Раненый Зверь Но Грёзы Исчезли Он Вздрогнул Внимает К дверям Его Кто-то Шаги Направляет Вот Звякнул Затвор Открывается Дверь Тюремщик Угромый Случиною Входит Кругом Озираясь Он Стражу Зовёт На Узника Новые Цепи Кладёт И Молча Его Из Темницы Уводит Куда На Твердыне Гранитных Столпов Красуется Капище Бога Дагона Узорные Ткани Парчи И Весона Повитые Пуками Пёстрых Цветов Нависли Над Храмом Живыми Шатрами Сверкая В сияние Вечерней Зари А в Капище Ярко Горят Алтари В Душистом Дыму От Курильниц Толпами Теснится Народ И Звучат И Гремят Веселые Песни И Кубки Звенят И Влага Хмельная Кипит И Сверкает То Праздник Победы Над Павшим Врагом Во Храме Дагона Газийцы Справляют И Крики И Хохот И Песни Кругом Где Ж Пленник В Толпе Голоса Восклицают Где Муж Твой Далила Пускай Он Придет Пусть Вместе Он С Нами Смеется И Пьет Пусть Нам О Победах Своих Он Расскажет И Силу Руки Своей Чудной Покажет Ведите Его Он Наш Пир Усладит Поруган Осмеян Безумной Толпою Склонясь На колено Усталой Главою Внизу Под Колоннами Узник Сидит Заря Догорая В сиянье Огнистым С последним Приветом Лучом Золотистым Играет На бледном Унылом Челе На веждах Угрюмых Самсона Безмолвно Сидит Он Ни Вздоха Ни Стона И Призрачно Дик Его Вид В полумгле Он Только Украдкой С глубокой Тоскою Поднимет Главу И Дрожащую Рукою Как будто Во мраке Кому-то Грозит А там Наверху Из Просветов Оконных Сверкают Огни Алтарей Золоченых И Песни Несутся И Хохот Звучит И Пир Безмечежный Кипит И Кипит Заря Уж Погасла Звезда За Звездою Выходит Из Мрака Лучистой Чередою И Месяц Верхушки Садов Серебрит Из Темных Олей Задремавшего Сада Труями Душистыми Веет Прохлада Кусты Неподвижны И Озеро Спит А Пир Наверху Все Кипит И Кипит То Праздник Победы Газийцы Справляют Им можно Спокойно И пить И плясать Их Враг Он Напрасно Он Цепи Терзает Напрасно На помощь Богов Призывает Прозреть Ли Ослепшему Мертвому Встать Кипи Жи Кипи Искрометная Чаша Свети Нам Звезда Незакатная Наша Газийцы Не Рано Ль Победу Справлять Не Рано Ль Птенцы За Орлами Летите Не Искру Блеснувшую Ночью Вдали Своей Незакатной Звездой Вы Сочли Взгляните Ваш Он Вздрог Встает Встает Незакатной Незакатной И песни Незакатной 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 Языков Языков Самсон Незакатной 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 Лона Лана И звук Любостратной Пленительных Женских Речей В объятиях Снеги Его Уцепила Далила И Кудри Остридла Ему За Грозные руки ему заковали в медяную тяжесть цепей. Жестоко поруган и презрен томился в темнице, И мельницу двигал Самсон. Но выросли кудри его, и смирился, И Богу покаялся он. На праздник догона его из темницы враги привели, И потех он им, и старый, и малый, и жены-блудницы, Ликуя, смеются над ним. Безумные! Бросьте свое ликованье, не смейте, смотрите, Душа в нем кипит, несносно ему от врагов поруганье, Он гибелью вам отомстит. Мель Самсон «Не любишь ты меня», — Самсон уговорила, Змеей вокруг него обвившися Далила. «Не любишь ты меня, обманщик мой еврей, Стоишься от меня, в чем мощь твоя и сила?» И Филистимлинке признался Назарей. «Силен обетом я, не стричь моих кудрей». И золотом врагов его заранее подкуплена коварная краса, Атлету сонному остригла волоса и крикнула. «Самсон, вставай, филистимляне!» Отложа страстно воспрянул Назарей, Как лев, но уж без дней, без прежней львиной мочи. И вот поникнул он под тяжестью цепей И погасил ему нож филистимский очи. И с торжеством был взят в позорный плен Самсон. И жерновами хлеб молоть был обречен На радость злобную и Тира, и Сидона. Но дни, недели, месяцы прошли, И снова волосы густые отросли И пали на плечи широкие Самсона. Справлялся праздник грозного догона. Жрецы с молитвой жертвенной В зари цветочной вязью обвили алтари. И мягкорумные овны пред алтарями Склонялись извитыми рогами. Из курильниц вверх вдымался фимиам, И в солнечных лучах горел и таял храм. В алмазах, в жемчугах, в парче и в багренице Соперницы самой божественной деницы На кровле храмовой. Все, как цветку цветок. Вплели с красавицей в один сплошной венок, И в каждой молодой и пламенной зенице Стрелой грозил любви неодолимый Бог. Раздольный пир к жрецам. Их набожная паства превозошла себя. Причудливые ярства едва-едва столов Не ломят под собой. И бьет вино кипучую струей Через края сосудов. И хмелее от возлияний жертвенных Жрецы кричат соборня. «Арханты, отцы! Велите привнести нам пленного еврея! Да песню своей возрадует нас он!» И в храм был приведен «В цепях слепой Самсон!» И молвил отроку вожатому. «Где он? Где столб, что капище подпоры утвержден?» И отрок указал подпорный столб Самсону. И ощупь и нашел слепой ответ колонну. И мышцы у него тревожно напряглись. А с кровли храмовой торжественно неслись Победоносные насмешки на зарею. «Спой, как Господь поведал Моисею Через море черное, в стенах послушных вод, Провесь, как посуху, израильский народ! И как святой пророк от громоносной дали, Спустившись вниз, разбил заветные скрижали И с ними сокрушил божественный закон. Затем, что в круг тельца золотого заплясали Еврейки и он сам, их пастырь Аарон. Да спой уж, кстати, нам, как у кого-то силу, Наш грозный бог Дагон потратил на Далилу. И под ножом глаза могучему ему Астарте обрекла на вечный мрак и тьму. «Спой нам свои псалмы священные, Покуда с тобой не сбудется израильского чуда!» И ото всей души провозгласил слепец. «Днесь, сыну твоему, поможешь ты, отец!» И обнятый гранит прижал к себе Далона И капище потряс с конца он и в конец, И разлетелась гранитная колонна И кровля вслед за ней, И рухнул храм Дагона, Собою задавив всех бывших и Самсона. Слушайте старую повесть, Повесть библейских времен, Как задремавшую совесть поднял могучий Самсон. Было тяжелое время, Время народных невзгод, Рабство нес тяжкое бремя избранный Богом народ. Враг беспощадно суровый, Крепости полный и сил, Вечно на битвы готовый этот народ сокрушил. Враг-победитель терзанием Мучил в Израиле всех, Было же то наказанием, Посланным свыше за грех, Целым народом забыто Слава недавних лишь лет, Скинье пылью покрыто, Герзко нарушен завет. Всюду в избранном народе Грех и неверие царят, Думай о прежней свободе Не загорается взгляд, В тени греха и неверия Божий избранник погряз, В мраке густом лицемерия Истинный светоч погас. Враг же грозовой тучей Всюду стоял у дверей, В это-то время могучий Жил-был Самсон Назарей. Силою был непомерный Он одарен яговой, И над толпой лицемерной Был им поставлен судьей. С помощью силы чудесной Правил народом Самсон, Мощью Самсона телесной Был даже враг укращен. Вовсе не страшно с такою Силой судьбины толчки. Юношей, голой рукою Льва изорвал он в клочки. Горе родимого края, Чувствуя сердцем до слез, Как-то раз гневом пылая Газы ворота унес. Страшная ослиная челюсть Стала в руках у него. Только лишь женщины прелесть Быстро сломила его. Но после плача и стона, Чуя возврат прежних сил, Капище бога догона Тот богатырь сокрушил. Много, ох, много промчалось С этой годины веков. В память Самсона осталось Нет филистинских оков. Только взгляните. Самсона подвиг еще не забыт. Капище ж бога догона Гордо, как прежде, стоит. Так же оттуда по миру Сеет мглу страшную храм. Так же, как прежде, кумиру Все поклоняются там. Так же из сердца, как прежде, Изгнана злобой любовь. Место отрадной надежды Так же не сыщется вновь. Львов разъяренных свирепость Кто же теперь укротит? Кто же вновь газскую крепость Прочных затворов лишит? Мрака носителей злобных Злых филистимлен народ И лишь им ныне подобных Челюстью кто ж перебьет? Что-то не видно Самсона Крепко заснул богатырь. Капище ж бога догона Ввысь разрастается, Вширь, стала земля наша тесной Капищу ныне тому Скоро под твердью небесной Места не будет ему. Мэй, эндорская провицательница Саул разгневан и суров Повсюду видит тайный ков Везде врагов подозревая Он в лютой ярости из края Изгнал пророков и волхвов Ему весонная хламида И золотой венец обида И бремя тяжкое с тех пор Как восхвалил евреев хор Певца и пастыря Давида Меж тем напасть со всех сторон Народ взволнован и сметен Перед сунемом в крепком стане Опять стоят филистимляне Гроза собралась на Сион Душа Саула тьмой одета Нет Самуила, нет совета Склонив молитвенно главу Царь вопросил и Ягову Но не дал Бог ему ответа Призвал вельмож Хочу сполна изведать, что сулит война Сыщите мне волхвов И вскоре ему приносят весть В Индоре есть духовидица-жена Пошел он к ней В ночную пору Как тать приблизился к Эндору И двое слух, любимых с ним Старуха призраком седым Предстала царственному взору Я знаю Царь промолвил ей Тебе на вызов твой Теней являет Темная могила Внемли же мне И Самуила Из гроба вызови скорей Ему старуха Я не смею Могильной чарою владею Но гнева царского страшусь И отвечал ей царь Клянусь Душой и жизнью моею Саул просит тебя, жена И Тайным ужасом полна И провицанье Вещем жаром Старуха приступила К чарам Но вдруг заметилась она Умолвла Вся затрепетала Ты Сам Саул Она сказала Зачем меня-то обманул И молвил ей В ответ Саул Скажи Пророчица Сначала Что видишь Вижу я вдали Богов Исшедших Из земли Кого-то Увидала прежде Кого-то В шелковой одежде По крови белом Но Внемли И отвечай Саул ей снова Лицо Что ты видишь Сквозь покрова Старуха Вижу Он седой В кедаре С длинной бородой И царь Саул Не молзил Слово И в прах Главу свою Склонил Тогда Саулу Самуил Вещал Зачем ты Потревожил Мой дух И дерзостно Умножил Грехи Пред Господом Всех сил Саул Вот Ополчившись К бою Спросил я Господа С мольбою Придаст ли В руки Мне врагов Но не ответил Саваоф За не Прогневан Он Тобою За не На смерть Обречены И ты И все Твои Сыны Пророк Усопший Возглашает Тобой Израиль Погибает И ввержен В ужасы Войны Не тыль Добра Личиной Лживой Прикрыл Свой дух Властолюбивый И угнетенье Семена В Израиль Высел Сполна Любуйся Шпахарь Спелой Нивой И жни На ней Позор И страх Тот Царство Распадется В прах В пучине Зол И бед Потонет Где Царь Пророков Вещих Гонит И Тщится Мысль Сковать В цепях И поднял Он Покров Над Ликом Сау Восстал С безумным Криком А утром Бой Был А потом Саул Пронзил Себя Мечом В урок Мистовым Владыкам Козлов Больной Давид Давид Лежал Дрожа От смертной Муки Кончины Час Безжизненно Его повисли Руки И взор Угас Дышала Смертью Бледность Гробовая Его Чела Вдруг Из сунама Дева Молодая К нему Вошла По крову Сняв Дрожащую Рукою Она Царя Всего Покрыла Черную Косою Огнем Горя И вся В жару Оббив Его Руками Нема Бледна В его Уста Горячими Устами Спилась Она Воспрянул Царь Воскресли Жизни Силы Зажглась Кровь Он Встал Содра Его От Злой Могилы Спасла Любовь Красницкий Соломон И Царица Савская Славен Во всей Поднебесной Юноша Царь Соломон Силой Незримой Чудесной Богом Он Был Одарен Он У Создателя Неба И Повелителя Сил Словно Бедняк Жалкий Хлеба Мудрости Только Просил О Непобеды Средь Битвы И Небогатства Без Конца И Вседержитель Молитвы Выполнил Все Мудреца Мудрость С красою Телесной Сыну Давида Шлет Он Славен Во всей Поднебесной Юноша Царь Соломон Вести Быстрее Зерницы Входят По лону Земли Вести До Савской Царицы О Соломоне Дошли Всюду Свою Красаторию Эта Царица Плавна И Воплощенной Мечтою Многим Казалась Она Строен Был Станью Плечи Горного Снега Белей Очи Что Пламя При встрече Жгли Закаленных Мужей Взгляд И Любовь Загоралась Вмиг Побеждая Сердца Словом Царица Казалась Лучшим Созданием Творца Этой Царицы Прекрасной Дух Был Желанием Тоним В путь Она Быстро Опасной Тронулась С домом Своим Золото Целые Груды В дар Соломон Унесут Через Пустыню Верблюды Мирный Оставив Приют Следом За ними Царица Вся В ожиданья Огне Бьется Сердечко Как Птица Бьется Порой В западне Призрак Любви И Страдания Разом Царицу Настиг Сладкого Скороль Свидания Чудный Таинственный Миг Громкие Клики Привета С разных Несут Со сторон Полдень Уже Но С рассвета Грустен Был Царь Соломон Не Было Юноши Мочи Мига Желанного Ждать В мраке Спустившейся Ночи Должен Был Он Трепетать Образ Что грезы Прелестный Стал перед ним Как живой Дух Замирал В груди Тесной Юноша Был сам Не свой Образ Тут с ним Оставался В мир Наслаждений Маня Царь Царь Через силу Дождался Долго Желанного Дня Горечь Всех Мук Ожидания Разом Затмили Собой Первая Радость Свидания Трепет Души Молодой Прочь Поднебесной В высотах Царящий Бессилен Над гладью Долин Но Некто Дивился И молвил Ахаву Ты должен В бою Повороть Край Богохульных И дерзких По праву За не Пред тобою Господь И Силы Израиль Исполнился Чудной И грянул Отчаянный Бой Сто Тысяч Сирийцев Заснув Беспробудно Усеяли Землю Собой К Твердыням Афета Бежали Другие Укрыться Под ними Спеша Но Рушились Стены На них Городские Остатки Дружин Сокруша Григорович И Иуй Велит Выбросить Иезавель Из окна Исполнился Мера Беззаконий И Осужден Ахава Гнусный Дом Обрызганный Пророческую Кровью Запятнанный Развратом И Стыдом Помазанным На царство Иеуим Был Поражен Смертельно Иорам И тот Венцом Израиля Священным Венчал Себя И Воцарился Сам Гневом и этот гнев был приговором ей, Баевнуха и Изавель схватили и сбросили под ноги лошадей. Была она растоптана конями, и кровь ее обрызгала гранит и растекла струею бледно-алой, окрасившей холодный камень плит. Красницкой. Смерть Изавели. Ревя, как в ночь ревет шакалов жадных стая, не в сила скрыть волнение сердец, враги злорадные, оружием брецая, ворвались во дворец. Себя всю кровь царей они умыть успели среди реки прозрачных чистых струй, и вот к Изавели ворвался вождь их грозный, Иеуй. Он беспощаден, дик, он был ничто до толи, в горах стада отца он с братьями стерек, и вот он царь теперь, его по божьей воле в цари возвел пророк. Он в битве победил, его теперь ждет слава. В бою пал Иорам, Ахозия убит, и род царя Ахава весь Иеуй до корня истребит. И вдруг Изавель, не жалкою мольбою, не воплями, а гордой, без слез, встречает в этот миг, увидев пред собою того, кто смерть принес. Ему в лицо упрек, что с помощью коварства убил он, победив измену царей, помазанных на царство, царица кинула в решимости своей. Услышал Иеуй упрек, и закипели в нем гнев и ярость. Он от них стал сам не свой, он Евнухов зовет, которые посмели коснуться к ней рукой, и жалкие рабы явились мгновенно. Царица больше им, как прежде, не страшна. Им Иеуй надменно царицу приказал на камни из окна швырнуть. Он не хотел, чтоб кровь была в покое, боялся ли крови он, и помнил, что пророк, царица за грехи, то наказание злое давно уже предрек. Исполнен был приказ, и труп Изавели на камнях пролежал под окнами в пыли, и псы за ночь успели на части растащить тогда его из земли. Козлов. Львы истребляют пришельцев в Самарии. Когда безумен и не сдержан, в великий грех Израиль впал, и был он Господом отвержен, и Богом стал ему Ваал. Когда рассеяны в чужбине его преступные сыны, по-прежнему ослеплены, не чтили праотцев цветыни, но внят к Бааловым жрецам ему служили на высотах, коснее в суетных расчетах и поклонялись отельцам, Тогда Господь из недр пустыни голодных львов послал на них, и гибли люди на чужбине, растерзаны когтями их. И был в Самарии пределах великий плач, пока в сердцах доселе в зле закоренелых не пробудился Божий страх, Пока Израиль маловерный не пал пред Господом смущен и не очистился от скверны, восстановив его закон. Лермонтов, пророк С тех пор, как вечный судья мне дал всеведенье пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Проразглашать я стал любви и правды чистые ученья, в меня все ближние мои бросали бешен на каменье, Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я нищий, и вот в пустыне я живу, как птица, даром Божьей пищи. Завет предвечного храня, мне тварь покорна там земная, и звезды слушают меня, лучами радостно играя. Когда же через шумный град я провераюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкою самолюбивой, смотрите, вот пример для вас, он горд был, не ужился с нами. Глупец хотел уверить нас, что Бог гласит его устами, смотрите, ждете на него, как он угрюм и худ и бледен, смотрите, как он наг и беден, как презирают все его. Чумина Даниил ворвул львином Четыре долгих дня на дне глубоком рва томили с голодом четыре грозных льва. И сквозь железную решетку их темницы струялися лучи последней деницы кровавым отблеском. Отчаяние и гнев терзали пленников, и их могучий рев, пугавший путника, был слышен издалека. Тоской и голодом терзается жестоко, а не металится. От блеска их зрачков, от рева грозного, их диких голосов, казалось, задрожать готовы были своды. В былые времена, боя своей свободы, лишиться и спеша укрыться от врагов, пещеру вырыли лесные великаны, и сводом ей служил небес лазурный свод. Но царь Ассирии плитами грунт песчаный задумал вымастить, и прежний их оплот он приказал затем пещерой сделать львиной. Их было четверо. Кой-где скелет звериный или человеческий у темных стен белел, и помираемой ногами их хрустел. Среди окрестностей Гаморы, где лишь песок встречают взоры, бродил когда-то первый лев. И оглашал могучий рев царя зверей и опросторы. Никто из лап его живым не уходил, и львом степным он был, могучим львом пустыни. В стране, где блещут небеса, и где Ефрат струится синий, второй когда-то родился. Ему дремучие леса приютом были. Близ Ефрата, когда являлся он, объято смертельным ужасом, кругом бежало все. Большим трудом его поймали. Беспощадный к своей добыче, кровожадный, он был могучим львов, лесов. Пугавший мирных пастухов и их стада, высотно-горных, отвесных круч, ущелий горных властителем, был третий лев. Четвертый, чей ужасный гнев был беспощадней урагана, когда-то жил у океана. Он не рычал, но только пасть, раскрыв свою, зевал угрюмо, весь поглощен какой-то думой, и людям, отданной во власть, не голода он знал мученья, но только скуку и презренья. Вокруг него другие львы теснились, следя за птицей среди небесной синевы, они метались по темнице, огнем светились их зрачки, и страшны были их скачки. Но вдруг открылась решетка их тюрьмы. У входа, втолкнутый какими-то руками, явился человек, наедине со львами, оставшийся в тюрьме средь наступившей тьмы. И львы голодные, пришельца не терзая, который бледен был и саваном одет, как старцы мудрые, сошлись и на совет, оброшенной для них добычей рассуждая. И молвил лев степей. Когда явился он, я словно ощутил пустыни дуновенья, и солнечных лучей увидел отраженье сиянием своим заливших небосклон. С ним все увидел я, чего лишен отныне. Я знаю, он пришел из глубины пустыни. И лев лесной сказал, и лев лесной сказал, когда-то близ моей пещеры день и ночь я слышал шум ветвей. Мне голос пришельца напомнил тихый шорох ветвей в вечерний час и песни соловьев. С заката кроткий блеск сияет в этих взорах, и к нам явился он из глубины лесов. И молвил горный лев. Он чист, как снег ливана. Явившийся между нас неждан на человек, и он величествен, как царственный казбек. Не знает страха он и злобы, и обмана. И ясным кажется его спокойный взор. Я знаю, к нам сюда явился он из гор. Но лев, который жил в стране у океана, чей голос заглушал порывы урагана, сказал, Живя вблизи пучины темных вод, в ней отраженными и солнечный восход я видел, и закат, и сумрак ночи звездной. У моря я жил са и с вечностью из бездны, не зная имени пришельца. У него во взоре я небес увидел отражение, и знаю, что его приводит божество. Когда настала ночь, неся успокоенье, тюремщик, подойдя к пещере львиной, был невольно поражен и замер в изумленье. В вечернем сумраке спокойно Даниил стоял среди тюрьмы, задумчивый и строгий, и львы, простертые, ему лизали ноги. Чумина. Изгнание Илеодора Давно уже томилась Иудея под властью языческих царей. Господин гнев над нею тяготея обрушился всей силою своей. Не для себя, вставая на рассвете, трудились и сеятель, и жнец, и рыбаки закидывали сети, и пастухи пасли своих овец. Их сон, увы, уж не был тих и мирен. Как в оны дни под сенью шатров воздвигся ряд языческих кумирин, и проливалась праведная кровь. Но тщетно ждал народ освобожденье, терпя давно страданье и позор, и новое Израилю гоненье готовил царь Селевк Филопатор. Он повелел, и в Иерусалиме узнали все неслыханную весть. Наместнику с клевретами своими, явясь во храм, сокровища унесть. И граждане о страшном оскорблении, которое грозило им, узнав, спешили все на общее моленье, от горести одежды разодрав. Бросали тень, гранитные колонны на тысячи смертельно бледных лиц. Первосвященник скорбью удрученный пред алтарем с мольбой поверх саниц. Он весь дрожал, и громкие стенания вдруг вырвались из старческой груди. «О, царь царей! Свой храм от поруганье язычников спаси и огради!» Меж тем во храм отряд сирийцев смело привел с собой их вождь Илеодор. Свершилось их кощунственное дело, исполнил был греховный приговор. Нагруженный добычей драгоценной, не вняв мольбе народа и слезам, сосудами и утварью священной, язычники направились к дверям. Но тут Господь, владыка правосудный, их карою суровую постиг. У выхода предстал им всадник чудный, и грозен был его прекрасный лик. В броне, плащом сияющим покрытой, с мечом в руке, несясь во весь опор, он налетел, и прямо под копыта его коня на мраморной плиты поверженный упал Илеодор. Разгневанный в смятении и испуге, напрасно встать пытался он с земли. Два ангела в сияющей кольчуге ему удар смертельный нанесли. Из своего страша со святотатства язычники в смятении немом, оставив все несметные богатства, бежали прочь со страхом и стыдом. Велик Господь! И под священным сводом, склоняясь к подножью алтаря, первосвященник Ония с народом благодарил небесного царя. Лавров Стал достоянием ныне червей. Смрадом наполнились всюду палаты, все убегают от ложа его. Мучил других он, не зная расплаты, мучит и нердук его самого. Нет на мгновенье ему облегченья, мечется царь, проклиная стеня, все проклиная за эти мучения, мрачную ночь и сияние дня. Смерть бы пришла, и она позабыла об Антиохе по воле Творца. Нет, не пошлет ныне высшая сила долго еще этим мукам конца. Долго не будет тем мукам смягченья, ими повержен царь гордый в опрах. Ныне познает сам ужас мученья тот, кто смятенье сеял в сердцах. Григорович, Даниил и служители Ваала В стенах Вавилона, из глины и меди, кумир был по имени Вилл. И чтил его царь Антиох и вельможи, не чтил же один Даниил. Он молвил, я верую в Бога Живого. Но царь отвечал, не живет, ты думаешь, Бог наш? Уже ли не знаешь, как ест он и сколько он пьет? С закатом приносит ему ежедневно, свидетель, верховный мой жрец, мир двадцать муки и вина в изобилии, и жертвенных сорок овец. Жрецы же сказали, о царь, запечатай печатью державную храм, и если сюда, возвратившись с рассветом, увидишь воочию сам, что жертва святая не принята Богом, тогда обрети нас мечу, а если же ложен извед Даниила, его ты придашь палачу. И царь согласился. Когда ж удалились, сам царь Даниилом взошел, и слуги последнего пеплом во храме усеяли мраморный пол. А ночью служители вилла, их жены, заданью обычной пришли путем потаенным, но явственно след их остался везде на пыли. И так Астиагу служителей вилла зарею открылся обман, и пали они от руки Даниила, и был сокрушен истукан. Лавров Ваал О, друг, не верь! Ваал ничтожен, Он блещет золотом. Смотри, как этот блеск Ваалов ложен, Когда кумир тот пусть внутри. Что внешность? Высшего ли достойно Пленять очей собою взор, Когда, как солнце с неба, Знойно томит сердца немой укор, Когда душа метется, Страждет, И как в пустыне путник жаждет Найти источник ключевой? Когда кручина сердца гложет, Ужель в тоске Ваал поможет Обресть отраду и покой? Нет-нет! Напрасные надежды, Ничто Ваал в минуту ту, Скрывают пышные одежды собой Немую пустоту, И встретит С тяжкою тоскою На нашем жизненном пути К нему ль с молитвою святою В мгновенье трудное прийти, Его ль молить? Ему ль верить? Нет-нет! Не станем лицемерить, И в чувстве искреннем своем Мы перед Ваалом не пойдем. Боголюбов Избиение младенцев Волхвы, Похлонившись смиренно и кротко Младенцу, Всевышнему Богу, Отправились полной радости Светлой В обратную снова дорогу. И было волхвам Откровение свыше, Они его в сне получили, Другою дорогой В родимые страны Вернуться они поспешили. Напрасных Ирод К себе поджидая Терзался в кручине злости. К нему от царя, Что звезда возвестила, Не шли так желанные гости. И понял царь Ирод, Что был он в ту пору Осмеян сынами Востока. И гневом разъярен, И злобой подвигнут, Решил поступить он жестоко. Царь думал в перевоге, Волхвами испуган, Что с царством проститься придется. И вот он замыслил ужасное дело. Решил с небесами бороться, Велел истребить он без жалости В сердце, В ужасном за царство Испуге Всех малых младенцев В стенах Вифлеема И всей Вифлеемской округи. Исполнен приказ был. И так вот сбылоса, Реченное в древле пророком. Был слышен глаз в раме, И плач, И рыданье, И в горе великом, Жестоком. Там вопли неслися, И стоны, И крики, И жалкие всюду моленья. Рыдала Расиль О погибнувших детях, И не было ей Утешения. Мэй, Отойди от меня, Сатана. На горе первозданной Стояли они, И над ними бездонны и сини, Поднялись небосводы пустыни, А над ними земля, Вся в тумане, В тени. И один Был блистательней неба, Благодать изливалась Из кротких очей, И сиял над главою Венец из лучей. А другой Был мрачнее Эреба. Из глубоких зениц Вылетали огни, Начали его злоба пылала, И под ним Вся гора трепетала. И мессии Сказал сатана. Равуни, От заката светил до востока, Землю всю Во мгновение окой Покажу я тебе. И десницу простер. Прояснилась даль Из тумана Засинелась Зыб океана, Поднялись громады Маститые гор, И земли Необъятная равнина, Вся в свету И в тени Под небесным шатром Разослалася Круглым Цветистым ковром. Каменистая степь, Палестина, Вот седой Вот седой Арарат, Вот угрюмый Синай, Почернелые кедры Ливана, Серебристая нить Иордана, И десницей Карающий Выжженный край И возлюбленный Град Саваофа. Здесь Сион В тощей зелени Маслин, А там Купы низких домов Плоской кровлию Храм Холм и крест На нем праздны. Голгофа К югу Степь без границ. Перекатной волной Ураган и песок Поднимают, А на нем Оазисы мелькают, Как зеленый узор На парче золотой. Красной пылью Одеты деревья Клонят к низу вершины Под гнетом плода, Разбрели стабуны Кобылиц И стада В круг убогих Наметов Кочевья. С муглолицых Наездников Рыщут толпы, Воздух Пламенем Встречу им Пышет, А по воздуху Марева Пишет. Стены, Башни, Палаты, Мосты И столпы. Мимо! Серый, Гремучий Змеёю, Бесконечные Кольца Влача Через ил В тростниках Густолиственных Тянется Нил. Города Многочленной Семьёю Улеглися На злачных Его берегах. Блещут Синие Воды Мерида, Пирамида, Ещё Пирамида, И ещё, И ещё. На широких Стопах Оперши Поднялися Высоко, Обелиском Идёт Непрерывная Цепь, Полногрудные Спинцы Раскинулись В степь, Устремляя Гранитное Око. Мимо! Инт и Гангес Среброводный Тяжёлую Поступью Мерно Благовония Нечем Снимавший Колосс. Или К небу Отчизны Морозной Приподнимет Главу Отечённую Сном, Зорко Глянет Очами Во мраке Ночном И Воспрянет Громадою Грозной Он Воспрянет И Долгий Нарушивший Мир Глубы Снега Свои Вековые И Оковы Свои Ледяные С мощных Плеч Отряхнёт На Испуганный Мир. Мимо! Словно Младая Наяда В Светлоструйном Хитоне С Венчанной Главой Из подводных Чертогов Из Бездны Морской Выплывает Небрежно Эллада. Прорезные Ряды Величавых Холмов Острова Голубые Заливы Виноградники Спелые Нивы Сладкозвучные Сеньки Парисных Лесов Рощи Пальмовых Тёмные Своды Созданы Для любви Наслаждений И Нек. Чудесами Искусств Увенчал Человек Вековечные Дива Природы. Вдохновенным Напевом Слепого Певца Вторят Струны Чарующей Лиры. В красоте Первобытной Кумиры Возникают Под творческим Взмахом Реса. Взор Взор Девят Восковые Картины Смелым Очерком Литв Сочетанием Цветов Горделивой Красой Храмов Стен И Домов Спорят Фивы Коринф И И Сенат Колоннад Колоннад Пеструю Мастой Голоп В цирке Зрителей Тесные Группы Обнизали Крутые Уступы Слышен Смешанный Говор И Гул Голосов Обитателей Рима Арена Созвала На позорище Смертной Борьбы Здесь С рабами Сразятся Другие Рабы В искуплении Позорного Плена Здесь Боец Победитель Слабее От ран Юной Жизнью Заплатит Народу За лавровый Венок И свободу Здесь При радостных Кликах Суровых Граждан Возвращенцев Железного Века Под Вестальскую Ложей Отворится Дверь На арену Ворвется Некормленный Зверь И в куски Изорвет Человека Мимо Полной Кашницей Свежих Цветов На лазурных Волнах Таринеи Поднимаются Скалы Капреи Посредине Густых Благовонных Садов Вознесла Сонодменно Обитель Перл Искусства И верх Человеческих Сил Словно Камни Расплавил И снова Отлил Благолепные Формы Строитель В темных Плесунья И глицерий Отойдет 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 Сатана Чумина Исцеление Бесноватого Безумным Ужасом Объятый Предстал Немой И бесноватый Ведомый Близкими Пред тем Кто Одаренный Силой Дивной Врачует Тех Кто Слеп И нем Чей Глаз Велик И призывный Звуча Надеждой Для сердец Зовет Разрозненных Овец Так долго Пастыря Лишенных Расслабленных Слепорожденных К нему Со всех Концов Земли Для исцеления Вели В селениях И на дорогах И в городах И в синагогах Он Откровения Свои Завет Евангельской Любви Вещал Народу В страхе Диком Безумный Бился Перед ним С обзором Ясным И благим Склонился Он Над страшным Ликом И Искаженные Черты Подобьем Прежней Красоты Мгновенно Тут же Озарились Уста Смеженные Раскрылись И Прославляя Бога Сил Немой Пред Ним Заговорил И Пораженные Твердили В толпе О чудо Из чудес Лишь Фарисею Возапили Благодаря Бесовской Силе Был Назореем Изгнан Бес Чумина Христос Исцеляет Бесноватого Отрока Когда Христос Явился Вновь Народу Волнений Предстал Дему Один И Молвил Он Беснуется Мой Сын Бросался Он Не раз В огонь И В воду Спаси Его Христос И Исцели К ученикам Твоим Его Вели Но Те Спасти Его Не В силах Были Недуг Его Остался В прежней Силе И Поднял Он Печальный Взор Где Грусть Цветилась И Укор И Молвил Род Ожесточенный Род Маловерный Развращенный Да Коль Терпеть Я Буду Вас И Повелел Привесть Тот Час К Себе Он Отрока Больного И Произнес Одно Лишь Слово Из Иди Бес И Вышел Тот Богословской Христос Исцеляет Бесноватого Отрока Росло И Крепло Божье Слово В устах Владыки Горных Сил И Бесноватого Больного Спаситель Мира Исцелил Когда Апостолы В смущении Его Спросили Как же Мы Его Желали Исцеления Но Не Изгнали Беса Тьмы Блудный Блудный Сын Сын Молодой Мечты Мечты Он Как Уж буйной юности мечты прошли, как слух о счастье ложной, и он, в надежде осторожной, сказал, тоскуя сам с собой, «Когда гоним и я судьбой, когда от жизни оторвусь?» Но вдруг решил, я возвращуся к тебе, Отец, к тебе хочу, перед тобой, Отец почтенный, страстями странник заблужденный, себя в грехах я обличу, скажу, суди, я не достоин быть сыном, но рабом прими в свой дом, и я доволен навек прибыть твоим рабом. Уж близок он к местам родным, благословляет мысль возврата и родины.